Здравствуйте дорогие друзья, недельная глава Шафтим. Давайте поговорим на очень важную тему, страхи. Это связано с нашей недельной главой, и вот сейчас люди очень многие опасаются, я с кем не разговариваю, боятся того, да боятся этого. Тори в главе Шафтим рассказывается, что когда наши предки выходили на войну, назначенный специальный коин обращался к воинам с такими словами, да не будет мягким ваше сердце, не робейтесь, не страшитесь и так далее. Ну на первый взгляд это такой, знаете, политработа, потому что что значит не бойтесь. Это абсолютно нормально, испытывать страх и боязнь перед лицом физической опасности, и тем более на фронте, как может человек этим управлять. Однако, говорят наши мудрецы, если Тора говорит не бойтесь, и формулирует это как предписание, ну такое повеление, да, это значит, что вопрос этот решаемый, имеет решение. В той или иной мере подвластен человеку и выбору человека, а это закон такой, перед нами не ставится нереальных задач. Человек не может контролировать какие-то спонтанные возникновения всяких пугающих мыслей, но он может сделать выбор, не обдумывать их, убирать их из головы. Да, он может это сделать. Фокусироваться не на этих деталях, а на конечной цели, да. Это правило всегда формулируется, так сказать, в любой ситуации, военной, мирной, всегда. Поскольку борьба, например, наших предков на земле Израиля все время была связана с проблемами, то теми, то теми, то это прообраз, модель всего, что происходило. Миссия освобождения, это какая? Сталкивался с вещами, которые пугают. Пугают непреодолимыми, кажется, то всякие там эти ужасы. Но если избегать пугающих мыслей, да и концентрируясь, повторяясь, на позитивном, так, Бог говорит, вы можете это сделать, думайте о конечной задаче, то вы преуспеете. Потом преуспеете сверху, когда говорят, не бойтесь, это дают, кстати, силы для преодоления страха. Смотрите, вот Раби Нахман, интересно говорил, он говорит, творец тебя создал, довел до сегодняшнего дня, заботился о тебе. Почему ты думаешь, что завтрашний день он тебя бросит? Он ведь тебе всегда помогал? Никогда не бойся, ведь Бог всегда с тобой. И главная цель освободиться от этих страхов. Пока у человека страхи, он не может нормально молиться, он не может уйти тора, он все время опасается. Что будет с детьми, со здоровьем, с заработком, с квартир, я знаю. В каждом поколении написали мудрецы, существует этап, некое событие или какие-то реальности, предопределенные для того, чтобы люди боролись с идолом страха. Это тоже идол. В каждом поколении есть некая реальность, которая пугает человека. Это могут быть страхи о семье, страх крестоносцев, казаков, коммунистов, инопланетян. Сегодня арабов боятся, атомной иранской бомбы. Но когда-то наши грехи воплощались в казахах, сегодня они воплощаются в арабов. Если человек не сломил себе эти страхи, он не достиг веры. И это не то, это так мы трансформируемся, наша неправильная полученная хорошая энергия, благодаря нашим неправильным поступкам, трансформируется в разных вот этих вот моральных уродов. И в каждом поколении существует своя реальность страхов, она меняется. Успокоятся арабы, оказывается что-то другое. Поэтому человек написано, обязан поломать себе этот страх. Если он не сломил, у него нет веры. Нет веры, это страх, он породил своими глупостями и проступками любой человек. И человек, и общество. И когда человек разбивает страхи, он показывает, что у него есть вера. Это не всегда легко, но это очень возможно. И весь мир говорит, как всегда. Слушайте, вот как всегда Хасид говорит, нет, нет никого, кроме Бога одного. Ну все, но если нету его, нет арабов, нет хизбаллы, нету там всяких моральных уродов, ничего этого нету. Это такой антураж, вот в это надо все вдуматься. Ну и чтобы никто, все-таки два слова о практической кабале при страхах. Написано в кабале, что если на человека нападает беспричинный страх, то это значит, что в этот момент его поступки судятся в небесном суде. И в этом случае надо сразу прочитать какую-то псалом или шма-израиль. Тут же, как только ты чувствуешь страх, сразу читай псалом, любимый твой, или какой тебе легче, или шма-израиль. Есть еще интересное, могу рассказать, это был такой раби Бен Цион Муцафи, и он приводил от имени своего отца, великого там раби Сальмана Муцафи, что тот видел, в свою очередь, как Бен Ишхай, рано утром, если у него что-то, страхи какие-то, или что вставал, он советовал после мытья рук тщательно помыть лицо и семь раз помыть лоб. И тогда все страхи и боязни, и плохие мысли, они обычно сосредоточены на лбу, они как бы уходят. Ну, вот видите, если можно помыть лоб, зачем переживать? Помойте лоб, брахавая цлаха.